Форму Максима Дудкина брянские юные хоккеисты берут с собой на каждую игру. И на этот раз нападающий хоккейного клуба «Брянск» незримо вместе со своей командой. Память бомбардира, ушедшего в юном возрасте, приехали почтить команды из Москвы, Мурманска, Обнинска. Международный статус придали турниру хоккеиста из Германии. Мне сказали, что он очень хороший хоккеист был, и у него большие, ну, он хотел очень много с хоккеем сделать. Турнир очень классный был, там очень хорошие команды были, но было тяжело нам играть, потому что Россия – это так хоккей, можно сказать. Для немецких гостей победа не главное. Они приехали отдать дань памяти, посмотреть страну, при том, что половина игроков русскоговорящие из стран бывшего соцлагеря. Мы первый раз в России на турнире. Ну, я надеюсь, и как бы это общее мнение, что мы еще раз приедем. Нам очень понравилось. Мы хотим сказать большую благодарность организаторам турниров. В финальном поединке немцы встретились с брянской командой. Счет нерадостный для гостей – 16-2. Победа команды «Брянск-2006». Все команды достойны. Хочется сказать большое спасибо, что приехали, особенно командам из Германии, потому что очень долго летели. И обыграть было всех не очень-то и легко. Первую игру брянцы сыграли с представителями из Мурманска. Наши выиграли 14-1. Сыграли в ничью с москвичами. Обыграли мы и немцев. Однако столичная команда оказалась чуть-чуть сильнее. И в итоге кубок турнира в руках капитана команды «Вымпел» Артемия Пазухина. Брянцы стали серебряными призерами. Определили судьи и сильнейших игроков соревнований. Однако лучшим нападающим команды «Брянск-2006» был и останется Максим Дудкин. Андрей Мамошин, Владислав Пескунов. События. Брянск.